Надо сказать, что у этой книги еще к нему два вдохновителя. Два года назад у меня была брачная ситуация, и Александр Берштейн, которого многие знают, Саня Берштейн, мне сказал, занимайся дурью, сядь, делай книгу, очередную книгу. Я говорю, Саня, а зачем мне делать, кто издал, кто будет читать, делай. И я начала так немножко придумывать, как это может быть все, придумала такую структуру истории, венок истории, сборники истории. А потом Евгений Михайлович Голубовский сказал, давай, заканчивай книгу. Он сказал, Женя, ну я же еще только начала, сказал, заканчивай. И благодаря Евгению Михайловичу, который, в общем-то, и заставил меня закончить, который помог мне составить окончательный уже текст книги, эта книга появилась. Что в ней? Ну, как говорил Лена Каракина, я очень люблю статьи с Сосновскими, очень люблю и очень, вроде бы, умею писать, но мне хотелось сделать такую легкую книгу. Не то, что легкомысленную, но легкую, вот такое приятное, может быть, развлекательное чтение, чтобы это было интересно не только наученным, не только студентам, филологам, а просто обычным людям, которые хотят почитать что-то такое, ну, легкомысленное, может быть. И поэтому получились вот такие истории. 12 глав историй, истории этнографические, про одесскую кухню, про украинскую свадьбу, истории французского бульвара, истории Валентина Катаева, истории забытых именов, легкомысленные истории. Это истории, которые были со мной в реальной жизни, оказались очень забавные и смешные. Вот мне название книги тоже было достаточно занятной историей, потому что я придумала название «Истории Ом». Но потом мне сказали, что вообще-то «История Ом» или «История Ом» — это забытое мое название одного очень известного французского монахистского романа с определенной историей Ом. Я поняла, что надо меня назвать, потому что публика у нас не очень читающая, но тут один найдемся. И будет долго об этом говорить, что книга-то с них уже новенок. Тогда был в Москве и предложил гениальную изученную речь. Он сказал, что я посчитала истории, 42 истории, будет 42 истории Ом. Все было замечательно. Но в ночь последней, когда мы уже сдавали макет, я почему-то пересчитала историю. Оказалось, что 41. Пол-двенадцатого я позвонила Георгия Михайловичу и сказали, что делать? И я назвала, что 41 история как-то не звучит. Ничего. Есть мое предисловие. Это 42-я история. Так что у меня уже отдыхаем вот с загадкой. И, наверное, здесь два мая действительно, наверное, мой самый читаемый текст. Это текст про «Родинскую кухню», который я писала в свое время по заказу для своего «Опсима», для их книги «Одинская кухня». И, наверное, один из моих самых, мне кажется, таких трогательных текстов. Это последнее вместо эпилога. Это глава названной строкой из паэма Анатолия Гланца «Сохраним это счастье, вдыхать акацией». Это Одесская литература. Тоже очень забавная история, которую выросла из научного доклада на конференции в Велостоке. Доклад назывался «Зарождение и упадок Одесского мира в литературе». А статья получилась в два раза больше. Там собраны цитаты, действительно, отношения писателей к тому, как менялось восприятие Одессы, как менялось ощущение города. И мне бы хотелось, чтобы, в общем, люди улыбнулись. Там есть глава о кошках, вернее, рассказы о кошках. Кошки сейчас на астралитный звук. Это всем понятно. Без кошек, наверное, не может быть ни одна обожающая себя книга и републикация. Но здесь есть история о кошках. Истории, опять, без реальной жизни. И то, что не очень важно еще, истории о заботых именах, о заботых людям. Это, в принципе, мое учительство, Сергей Зеланович Лущиков. Он говорил, что там об Абеля, Акатай, еще все. Все известно. Займитесь теми, о ком известно мало. И вот те, о ком известно мало, здесь далеко не все фамилии, но те, кто в статье меня были важны. Это статья о поэте Александре Соколовском, о Батарине Адалис, о поэте «Меморали». Действительно, в общем, забыто. Я очень слепой человек. Это мои любимые герои. Беринг, Ваджан, Краин, погибший в расследовании Феодосии в 20-м году. Это Михаил Жук, художник, поэт, переводчик. Книг, о котором я уже сделала. Мне хотелось, чтобы просто о нем прочитали больше людей. И вот статья об Оважании. О статье написано специально для книг. И раньше не вековались. Ну вот, наверное, все. Надеюсь, что книги понравились. Остали улыбнуться. Остали улыбнуться. Ну, господь, реально, скорее улыбнуться, надеюсь. У меня в общем все.